Все галактики во Вселенной имеют свой жизненный цикл. На их эволюцию влияют не только внутренние процессы, но и внешнее окружение. Иногда галактики погибают, но что именно к этому приводит, ученые понимают не до конца. Группа из 30 международных экспертов под руководством ученых из Канады приступила к новой исследовательской программе Vertica, цель которой – обнаружить процессы, которые приводят к концу звездообразования и гибели звездных систем, сообщает The Conversation. Они будут использовать комплекс радиотелескопов Атака Малардж-Милы-Мита-Аи в Чили, чтобы обнаружить облако ионизированного водорода в 51-м галактике из скопления Девы. Водород – основное топливо для образования новых звезд. Галактические скопления, как упомянутое скопление Девы, – это одни из самых больших структур во Вселенной. Астрономы считают их самой экстремальной средой для существования галактик. В скоплениях действуют мощные гравитационные силы, которые разгоняют галактики до огромных скоростей, перегревают плазму между галактиками и вызывают другие процессы. Именно здесь галактики активно взаимодействуют друг с другом. Из-за такого взаимодействия в некоторых галактиках останавливается звездообразование, другие погибают. Ученые надеются не только нанести на карту очаги звездообразования, но и пролить свет на закономерности гибели галактик. Продолжение следует...